Экскурсию постройки театра будущего провели для журналистов. Уже совсем скоро, 16 сентября, в Пушкино откроется театр музыки и шоу «Третий Рим». Это первый и единственный иммерсивный театр в Московской области. Уникальное культурное пространство с современным оборудованием появится в ТРЦ Пушкино парк. Здесь будут соединяться классический театр с новыми технологиями. Создатели театра «Третий Рим» сделали упор на оборудование. Зритель будет испытывать на себе максимальный эффект присутствия. И всё благодаря инновационному световому, звуковому и видеопроекционному оборудованию с мировым эталоном качества. Более того, данная площадка – ещё и универсальное пространство. Оно подходит под разные форматы мероприятий. Трибуна, на которой мы сидим, – это телескопическая обличенная трибуна. Она позволяет нам проводить мероприятия, которые предполагают посадку, спектакли, концерты, таких исполнителей, как Владимир Пресняков. И также мы можем эту трибуну сложить. И у нас освобождается место под танцпол. И мы можем провести, например, концерт «Гаязу Бразерс». Вот он у нас в октябре будет. И здесь уже устраивать танцы, вечеринки и прочее. Также мы планируем и будем освобождать это пространство, выставлять столики и делать события такого формата, как баре. Экскурсию провели для актёров, которые сыграют в спектаклях будущего театра. На стройплощадке побывали Мария Берсенева и Анатолий Руденко. Они оба будут играть спектакли «Вий». У Марии роль паночки, а Анатолий сыграет хаму Брута. Не могу сказать, что я прям ждал этой роли, я мечтал вообще сыграть хаму Брута. Нет, дело не в этом. Я пришёл сюда, потому что это режиссёр, это интересный проект, это, возможно, с технической точки зрения что-то новое будет, да, чем можно будет удивить. И поэтому вот что-то новое, оно меня как-то вот привлекло. Если честно, я нахожусь в таком предвкушении. Я сама толком ещё не понимаю, что это будет, но я уверена, что это будет нечто грандиозное. Потому что собралась такая бравая команда, такие хорошие артисты, креативные люди. И я жду от этого проекта чего-то такого мощного. Побывала на стройплощадке актриса Полина Сибагатулина. Она сыграет в спектакле «Дон Гуан. История любви». Это средневековая легенда о плотской всепоглощающей страсти Дона Гуана. Его прототип – Дон Жуан, который вёл разгульный образ жизни со своим покровителем, королём Кастилий, в середине XIV века. 22 октября у нас премьера. Мы вас приглашаем. Этот спектакль о известном сердцееде Доне Гуане или Дон Жуане. Но Пушкин, так как наше произведение по пьесе Пушкина «Маленькие трагедии. Каменный гость», Пушкин называет его Дон Гуаном. И вот если Пушкин, он рассказал эту легенду о известном испанском любовнике со своим пушкинским шармом, то Вероника Родионова, наш режиссёр, она внесла свои такие современные акценты, при этом не изменив ни одного слова в спектакле. И спектакль получился очень красочным, очень трогательным, музыкальным, смешным. Мне очень нравится. Приходите 22 октября. По словам руководителя театра музыки и шоу «Третий Рим», будущие постановки создадут новое поколение зрителей современного театра, который основан на художественном слове и профессиональном сценическом оборудовании. На сегодняшний день репертуар уже подготовлен на три месяца вперёд, то есть на всю осень. Это концерты, спектакли, стендап-шоу и разные мероприятия. На открытии 16 сентября выступит Владимир Пресняков. Сейчас заканчивают прокладку инженерных сетей, впереди осталась только отделка. И совсем скоро театр будущего откроет свои двери для жителей нашего округа и его гостей. Евгения Коломийца, Антон Орловский, Владимир Парфёнов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.